На прошлой неделе компания «Роснефть» установила в Охотском море самую большую в мире нефтяную платформу. Её высота равна 50-этажному зданию, а мощное бетонное основание позволяет выдерживать 9-бальное землетрясение, цунами и давление льда толщиной 2 метра. По сути, это такое реальное воплощение нефтяной супер-иглы – самая мощная из существующих в мире буровая установка, которая позволит добыть 4,5 млн тонн нефти в год. Кто-то скажет, что вот опять мы не можем похвалиться ничем, кроме нефтянки. Это неверно, ведь у нас есть такие мегапроекты, как Бугучанская и Бурейская ГЭС, строящийся космодром Восточный, новые порты, автомагистрали и мосты. Да и успешно выполненный в кратчайшие сроки проект преображения Сочи к Олимпиаде 2014 – тоже самый настоящий мегапроект. К тому же новая платформа «Роснефти» «Беркут» не взялась из ниоткуда. Над её созданием совместно с корейскими трудились и российские рабочие и специалисты. Всего более 2 тысяч человек, а также было построено два новых бетонных завода. Это значит, что освоены новые технологии, а кадры получили новый опыт и знания. Очевидно, что платформы подобного рода, способные работать при температуре в минус 44 градуса, будут возводиться и в арктических морях. Наш Беркут в этом смысле первая ласточка, за которой последуют новые проекты, а значит новые технологии, новые заводы и новые рабочие места. Так что говорить, будто всё у нас сводится к банальному выкачиванию ресурсов, несправедливо. Тем более, что лёгкодоступной нефти почти не осталось, а труднодоступной становится локомотивом по развитию целого ряда отраслей производства и науки. Однако мы живём не только мегапроектами. За минувшие две недели в Екатеринбурге запущен завод бетонных конструкций. В Московской области высокотехнологичное производство микроисточников для радиотерапии. В Чувашии механо-сборочное производство электропривода. В Самарской области производство оцинкованного профиля. В Калужской области запустили третий в России завод «Континенталь» по производству систем кондиционирования и усиления рулевого управления. В Барнауле открыт завод газосварочного оборудования. В Саратовской области завод по производству бытовых и промышленных газовых котлов, в Йошкар-Але асфальтовый завод. И это далеко не весь список. Наша передача близится к сотому выпуску и недавно мне, её автору, довелось побывать на образовательном молодёжном форуме, который прошёл под Санкт-Петербургом. Среди прочего мне задали вопрос, который приходится слышать часто – стоит ли говорить только о хорошем, игнорируя новости плохие? Вообще, вот этот принцип врачебный «не навреди» он очень актуален и для патриотов, для нас, для всех. Перед тем, действительно много недостатков, действительно много проблем. Я вот, например, часто пишу критические заметки в адрес нашего экономического блока правительства. Вот, у меня есть на это основания некоторые. Я критикую тоже, но я и пишу о том, что реально происходит хорошего. Там несколько лет назад я начал делать еженедельные выпуски видеоновостей, которые полностью состоят только из позитивных новостей. «Время вперёд» называется, если вас встречали. Значит, там 3-4 минуты идёт ролик и подборка того, что произошло хорошее. В основном это касается промышленности и прочего. Так вот, люди смотрят эти новости и пишут мне. «Почему они показывают по телевизору? Почему мы все об этом не знаем? Почему по телевизору нам говорят только негатив, негатив и негатив, а у нас, оказывается, открываются там… Ну вот вы знаете, что у нас, например, каждую неделю, наверное, десяток новых предприятий в стране открывается. Вот был такой миф, что в стране ничего не производится, да? Только проедается наследство советское. В стране ничего не открывается нового. Только старые заводы работают. Это же неправда. Это ложь вообще полная. Открываются. И в том числе открываются не только там какие-то предприятия, ну, скажем, областного или городского масштаба. Открываются в том числе и гиганты. Металлургические гиганты открываются. Предприятия, которые там будут десятки лет работать. Открываются там и спортивные объекты, и много-много чего хорошего. Вот. Поэтому нужно понимать, что в любой стране есть и хорошие, и плохие новости. И не спешите… Если с хорошими можно и поспешить, учитывая наше информационное поле, то перед тем, как говорить о чём-то плохом, просто подумайте, взвесьте. Оно нужно сейчас в этот момент? Настолько это трагично для нас. Потому что плохой неизбежно. На самом деле миф о том, что в России ничего не строится, уже почти разрушен. И остался в головах только самых неинтересующихся людей. Однако на смену ему идут новые, не менее разрушительные. С ними и продолжим разбираться, перевалив через заветную сотню. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу официальную группу в сети ВКонтакте.